В повестке сессии Верховного Совета 107 закон предусматривает целую массу новаций. Что касается системы патентов, депутаты одобрили расширение списка по 16 видам деятельности, подпадающим под этот режим. Вместо 47 стало 63. Например, теперь по патенту можно заниматься сбором дикоросов, производством хлебобулочных изделий, рыболовством, обработкой камня. Притом стоимость самого патента довольно символична. Патент позволяет купить на квартал, на полгода или на год, первое. И второе, самое важное, заплатить треть стоимости патента до момента окончания, на какой вы его берете период. Ну, например, я беру годовой патент и оплачиваю всего треть его стоимости, а две трети оплачиваю после того, как завершится год. Еще для бизнеса существуют две системы налогообложения – вмененная и упрощенная. Упрощенка предусматривает выплату 15% от суммы доход минус расход. С 1 января этот показатель для всех, кроме торговли и сдачи помещений в аренду, снизится до 10%, а остальные виды бизнеса получат 5%. По мнению авторов закона, это значительно снижает налоговую нагрузку на предпринимателей. Кстати, у Хакасии есть подобный опыт. В 2010-м принимался подобный закон, и на удивление властей от снижения налога бюджет республики получил еще больше средств. Когда, напомню, Юрий Анатольевич Алпшин, аргумент был один. Он говорил, что у нас настолько остро не хватает в бюджете денег, что вот сейчас освобождают. Понятно, мы идем навстречу предпринимателям, но бюджет недополучит доходы. Парадокс заключался в том, что по результатам первого года действия этого режима, 2011 год, доходов поступило на 11% больше. Не меньше, а больше. То есть, освободив с 15% до 10%, в конце концов стали платить больше. Почему? Потому что, во-первых, зарегистрировались все те, которые были в так называемой тени. А еще впервые зарегистрированные предприниматели теперь могут претендовать на нулевую налоговую ставку в течение двух лет. За это время вполне можно встать на ноги. Все эти послабления власти объясняют тем, что в том числе федеральный центр поддержит бизнес Хакасии, если он будет эффективно и чисто работать. И чем больше у нас будет бизнесменов, тем больше денег выделит Москва на их поддержку. Одним из критериев выдачи этих денег является, растет у вас количество предпринимателей или не растет. А потому выгода все общая. Если они будут регистрироваться, осознавая, что ничего платить в смысле налогов не надо, но нам, для всех, для жителей Хакасии это большой плюс, потому что федерация будет выдавать еще большее по этому критерию количество денег для поддержки малого и среднего бизнеса. Собственно, что касается грантовой поддержки. Федеральный центр выделяет республике на 2016 год 40 миллионов рублей. Еще почти 4 заложено из местного бюджета. В своем послании Федеральному собранию президент Владимир Путин не обошел тему поддержки бизнеса. Связано это и с импортозамещением, и в целом с развитием экономики. Президент четко дал понять, поддержка будет лишь тем, кто действительно эффективно работает, приведя в пример сельское хозяйство. Надо сосредоточить ресурсы на поддержке прежде всего тех хозяйств, которые демонстрируют высокую эффективность. Именно на таких принципах должна строиться программа развития АПК. Я имею в виду и крупные, и средние, и мелкие предприятия. Все должны быть эффективными. Накануне вся страна отмечала появление и другого закона. 12 декабря – день Конституции России. В Абакане молодые активисты устроили флешмоб, задавали прохожим вопросы на знание закона и раздавали задания. 12 декабря – это день рождения, день праздник нашего главного закона Российской Федерации, Конституции Российской Федерации. И молодежь, конечно же, не останялась в стороне от этого праздника. И отметить этот день решили таким сейчас модным среди молодежи мероприятием, которое называется флешмоб. Провели опрос среди жителей города Абакана о знании Конституции и вручили текст Конституции. Стоит отметить, Конституция Хакасии также отметила 20-летний юбилей. По этому случаю Верховный Совет презентовал издание, которое представлено на русском и хакасском языках. Книгу можно будет найти во всех местных библиотеках. Какой-то национальный колорит мы, безусловно, вносим в содержание Конституции субъектов Российской Федерации, но были, есть и останемся частью Великой России. Мы есть федерация, а вот в этом многообразии и есть наши силы.